Всем привет! С вами младшая медсестра по уходу за больными Ставрополь. Сегодня я вам покажу, как за очень короткое время поменять постельное белье у лежачего больного. Дело в том, что я сегодня была поражена то, что я увидела. Я до этого много слышала, но я сегодня увидела это воочию, как тяжело самому больному и как родственники. Они хотят как лучше, а на самом деле они причиняют беспокойство и боль. Человек и так прикован к кровати, то есть ему и так уже самому по себе чувство стыда. Да, то есть он благодарен, конечно же, но ему и стыдно, и лишний раз что-то сказать или попросить ему. Ему больно, неудобно и неловко, и стыдно. То есть он, естественно, как ему делают, он молчит. Поэтому я сейчас покажу, как это сделать безболезненно и очень быстро, и не причинить ни больному, ни себе вред, даже если больной 120 килограмм. Я вешу 54 килограмма, и я справляюсь, как видите, сейчас все покажу. У меня нету манекена, я покажу, сымитировала вот такое одеяло, сымитировали больного. Самое главное, чтобы наш больной желательно находился на середине кровати. Не на боку, не у стенки, а именно на серединке. И я это как делаю, когда 120 и больше килограмм. Я не предупреждаю больного, что надо сейчас будем поворачиваться. То есть он начинает, естественно, сам подопечный помогать, крутиться. Тем самым он все усугубляет. И получается он напрягается, и все это мешается. Я просто подхожу, вот берется аккуратненько под поясницу и под голову. Вот так вот аккуратно его к стеночке. Тут же поддерживаем вот так. Все, больного вы переместили. Это не так сложно, даже если человек очень тяжелый. Заранее подготовили простынку и клеенку. Что мы делаем дальше? Если больной, больно ему так лежать, если есть кто-то рядом, можете попросить поддержать. Но, как правило, этого не требуется. Подправляем старую простынку вот сюда, прямо под самого больного. Застилаем новую. То есть мы вот так вот. Здесь стелим так, как оно будет. Сколько надо оставлять, сколько заправлять будем. То есть здесь поправляем сразу, как оно должно быть. Потом здесь мы уже ничего поправлять не будем. Все. Мы это все подправили под больного. Также, если нам нужна клееночка, также берем эту клееночку и так же аккуратненько все это расправляем. И так же все это аккуратно под него. Потом аккуратненько перекладываем его на спинку. Он уже у нас переворачивается. Сам аккуратно. Все. Он лег. Что мы делаем дальше? Дальше мы просто аккуратно вытаскиваем старую простынку. Вот она, ненужная. Заранее подготовленный тазик или пакет. Эту простынку мы просто вот так вот аккуратненько заправляем хорошо, чтобы в последующем она у него не скамкивалась. Также клееночка. Она вот здесь у нас уже под ним. Мы просто аккуратненько на себя, если она сразу не вылезла, все, и мы ее подправляем. Все. Простынка у нас поменялась. Подушка. Аккуратно приподнимаем головку. Аккуратненько. И вытаскиваем подушку. Также мы эту подушку меняем. И, ну, пододеяльник я показывать, естественно, не буду. И также аккуратненько мы поменяли наволочку, положили. И еще что хочу сказать. Постоянно меняйте им носочки. Им ужасно хочется в ванную искупаться. Но поскольку это невозможно, пока лежит больной, постоянно меняйте носочки. И я увидела вот такое. То есть, если больного надо поднять, его берут за руки. Или даже вот за одну руку вы тянете. Если человек в возрасте, у него кости, как хрящики, они превращаются, как говорится, в детей. Вы, если начинаете тянуть за руки, или за одну, вы можете вывихнуть косточку. Вы можете также ее сломать. То есть, если вы хотите его посадить, ни в коем случае не надо его тянуть, или он сам будет пытаться. То есть, даже если он за вас возьмется, не надо, ни в коем случае. Вы берете вот так аккуратненько под головку и помогаете ему привстать. Но чтобы, если вы хотите так его посадить, вы одновременно вот так берете под ноги, то есть, и приподнимаете его. То есть, вы стараетесь здесь, и он уже автоматически с вами садится. Все. Так что за руки ни в коем случае не надо тянуть. Ну вот на сегодня все.